Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 25-ю главу этой книги. И эта глава начинается рассказом о новой женитьбе патриарха Авраама. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Ишуаха. Кто такая Хитура? На самом деле это сложный вопрос. Есть точка зрения, что это Агарь. Та самая Агарь, которую Авраам по повелению Сары прогнал от себя. Она называется здесь Хитурой, потому что характер ее поведения изменился. Она исправилась. Она стала приятной, как некое благовоние по-еврейски «кетурет». И от этого слова имя Хитура она стала благоухать праведными делами. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим, что когда меняются какие-то качества человека, меняется имя человека. И блаженный Ирониум соглашается с этой точкой зрения. Даже он настаивает на том, что было бы легкомысленно подозревать пожилого Авраама, что после смерти Сары он вступил в новый какой-то брак. Он просто принял назад ту самую Агарь, которую прогнала Сара. Сейчас Сара умерла, и он как бы восстанавливает статус Агарь. Хотя не все экзегеты с этим соглашаются, но действительно заподозрить пожилого Авраама, что он после того, как и сыну Исааку уже нашел невесту, думать о каком-то новом браке было бы сложно. И так и взял Авраам еще жену именем Хитура. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Ишуаха. Якшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леумим. Сыны Мадиана – Эфа, Эвер, Ханох, Авида и Элдага. Все сии сыны Хитуры. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку. Потому что Исаак – это сын обетования. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. То есть Авраам не хочет, чтобы потомки Агарь, Хитуры находились бы тут рядом. Он дает им подарки какие-то памятные и отсылает их на восток. Некоторые экзегеты под подарками понимают то, что Авраам научил их мудрости. Вот той самой мудрости востока, которая до сих пор иногда поражает людей, но они даже не догадываются, что эта мудрость, она проистекала от патриарха Авраама. Имеется в виду мудрость целительства, врачевания, мудрость постижения мира, природы и так далее. Потому что духовные истины, они сосредотачиваются на Исааке, который подлинный сын обетования для Авраама, потому что он обещанный Богом. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. В оригинале это все произносится очень сложно. Получается, что 100 лет и 70 лет и 5 лет. А, почему же не сказано 175? А вот так вот. 100 лет и 70 лет и 5 лет. Это Рэмис, некий намек, чтобы на это обратить внимание. А что имеется в виду? Он был 100-летний, подобен 70-летнему, а 70-летний, подобен 5-летнему, по безгрешности своей. По безгрешности своей. То есть он умер в старости доброй. В старости доброй. То есть он видел, что его потомки идут путем спасения. И об этом мы читаем. Восьмой стих. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему. Кстати, когда Авраам умирает, если внимательно считать все даты, то его внукам Исафу и Иакову 15 лет. 15 лет. Если мы внимательно высчитываем, то мы видим, что им 15 лет. То есть Иаков и Исаф обучались у дедушки Авраама. А что значит, что он умер в старости доброй? Это значит, что его сын Измайл пережил покаяние. Это мы сейчас увидим прямо из текста. Раскаялся. Перестал быть разбойником. А его внук Исаф еще не сбился с праведного пути. Потому что какая бы это была бы добрая старость, если там сын разбойник, а внук 15-летний сбился с истинного пути. Это печальная старость. Когда дети и внуки и правнуки не являются для нас утешением. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему. «И погребли его Исаак и Измайл». Видите, здесь имя Измайла стоит после имени Исаака. Что это означает? «Измайл раскаялся и признал первенство Исаака». То есть пережил тешуа покаяния. «И погребли его Исаак и Измайл, сыновья его, в пещере Махпелэ на поле Ефрона, сына Цохара, Хетиянина, который против Мамры». Это та самая пещера, в которой Авраам похоронил свою жену Сару. И по преданию там был похоронен и Адам со своей женою Евою. Правда, есть другое предание, что голова Адама, она осталась как раз там, где Адам и умер. Есть такое предание, что когда он умер, его положили на горе, солнце светило ярко и кожа стала сползать с олба. Тогда присыпали землею и назвали это место «гора Черепа», то есть первого человека, Голгофа по-еврейски. Там был распят Христос. А так как Ева, жена Адама, могла умереть раньше Адама, есть предание, что она была похоронена в пещере Махпелла. И потом решили тело Адама перенести в пещеру Махпелла, чтобы он лежал вместе с женою, потому что муж и жена вплоть едину. А так как гора Голгофа уже имела название, голову Адама могли оставить на прежнем месте. Но это древнее очень сказание, предание. «И погребли его Исаак и Измайл, сыновья его в пещере Махпелла». Сама слово Махпелла означает «двойная пещера», как бы два уровня она имеет, потому что мы же не ограничиваем нашу жизнь только земной жизнью и смертью. Нет, мы знаем, что есть продолжение. «На поле Ефрона, сына Цухара, Хетиянина, который против Мамры, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Баэр-Лахай-Рой». Кстати, когда говорится о смерти Авраама, что скончался Авраам по-еврейски, это «ва-и-гва». Вот это слово в понимании древних экзегетов, оно потребляется тогда, когда душа оставляет тело моментально, без страданий и агоний. Без страданий и агоний. То есть в таком спокойном состоянии. А душа нечестивого человека, как в Новом Завете говорится, особенно по-славянски это видно, помните о неразумном богаче, она иждинается из тела, она так прилепилась к всему плотскому, что ее выход из тела очень болезненный. А душ праведных они так легко воспаряют над собственным телом, потому что они более стремятся к горнему, чем к тому, что связано с прахом земным, из которого Бог и создал человека, как сказано. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его, то есть в ноздри его, дыхание жизни, и стал человек душой живой. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр, Лахай, Рой. Благословение – это прежде всего дети, но дети уже были у Исаака. Это и благословение всем остальным. И далее идет родословие Измайла, потому что Измайл покаялся, и только здесь говорится о его потомках. И вот это родословие очень интересное. Здесь появляются чисто арабские имена. Вот не все имена здесь арабские, но появляются чисто арабские. Потому что мы знаем уже с вами, что Измайл – родоначальник арабской нации. Они тоже семиты, как и евреи. Вот родословие Измайла, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измайловых, имена их, родословие их. Первенец Измайлов на Фаев, за ним Кедар, Адбээль, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. В сии суть сыны Измайловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их, это двенадцать князей племен их. Кто-то может спросить, а зачем перечисляются эти имена? Потому что они потомки Авраама. Это тоже кровь пророка Божия Авраама. И ботописатель Моисей таким образом почтил арабскую нацию. Лет же жизни Измайловы было сто тридцать семь лет. И скончался он и умер, и приложился к народу своему. Что значит к народу своему? К братцам. Ведь он покаялся, и теперь он может упокоиться на луне Авраамовом. Они жили от Хавилы до Сура, то есть арабы, что перед Египтом, как идешь к Асирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Братья их – это евреи. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Казалось бы, сейчас начнется перечисление имен. Нет. Дальше говорится о жизни Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку дочь Фафуила, арабиянина из Месопотамии, сестру Лавана, арабиянина. Мы помним, когда Элиозер пришел свататься, Вафуил, арабиянин, был еще жив, а на следующее утро только Лаван там действует со своей матерью. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Но возникает вопрос, а почему Господь не сразу дал потомство Ревеке? Да, у Ревеки был прекрасный муж, Божий пророк, патриарх Исаак. Но вот не очень повезло ей с отцом, особенно с братом, который по преданию был отравитель собственного отца. И Исааку пришлось вымаливать у Бога, чтобы от нее, от Ревеки родились дети. Причем он это делал достаточно длительное время. Сыновья в утробе ее, то есть когда она была беременна, стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? То есть она надеется, что родятся дети. А если там драка началась прямо в очреве ее, Она говорит, а зачем мне тогда потомство, если они уже в очреве так дерутся, а что же потом будет? И пошла выпросить Господа. Кому она пошла? У нее муж пророк, Божий. Считается, что она пошла выпросить одного из древних. И было предположение, что она пошла выпросить или Эвера, или даже Сима, сына Ноя. Если вы внимательно будете выписывать все даты, не удивляйтесь. Некоторые доживали до других поколений, до пятого, до шестого поколения и так далее. И если вы будете вот эти таблицы смотреть, кто до кого дожил, то удивляться не приходится. А чему это нас может научить? Это научает нас тому, что у жены муж может быть священником, но она не должна у него исповедоваться. Она должна исповедоваться у другого священника. Потому что, когда она исповедуется у собственного мужа, она не может разобраться, то ли она перед мужем исповедуется, то ли перед священником. И может что-то утаить от священника, помня о том, что это ее муж. Поэтому очень важно получать совет немножко на стороне. По этому же правилу дети не исповедовались у своих отцов, если те были священнослужителями, они ходили к другим священникам. Господь сказал ей, «Два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из у трубы твоей, а один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему». Как я вам уже говорил неоднократно, хронологии событий не соблюдается. На самом деле Авраам умирает, если смотрим по всем датам, тогда, когда вот этим детям будет по 15 лет. По 15 лет. А здесь как бы ботописатель Моисей возвращает нас к моменту, когда вот описывается житие Исаака. И рассказывается вот, когда Ревека еще была беременна Исафом и Иаковом. А на самом деле по цифрам мы видим, что когда Авраам умирает, им по 15 лет. Господь сказал ей через некого пророка Эвера или Сима, «Два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из у трубы твоей, один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в у трубы ее». А что это за драка была в ее трубе? Есть такое предание, что когда Ревека проходила мимо языческого капища какого-нибудь, там же вокруг язычники жили, нечестивый Исаф, будущий Исаф, начинал от радости скакать в очреве матери. А будущий патриарх Иаков его успокаивал. Чего ты прыгаешь? Это же идолы. А когда Ревека проходила мимо с домом учения, рядом с домом учения, шатер, дом Бейт по-еврейски, это и дом учения, где изучали молитвы, заповеди Божии. От радости скакал уже будущий Иаков. А этот Исаф нечестивый его пытался урезать. Чего ты прыгаешь? И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее, они очень не похожи. Первый вышел красный весь. Красный весь. Адмони, по-еврейски, Адмони, буква Йод в этом слове, не относится к корню, подобно букве Йод, в других словах. Адмони, то есть красный, это немножко перекликается вот слово Ахзари, лютый, лютый, красный, лютый. Первый вышел, красный весь, как кожа, косматы. Косматами называются в Ветхом Завете бесы. Шитим, бесы. Там скачет косматы, тупорок Исаия. То есть там прыгают бесы. И вот первый рождается красный, это такой вот символ непокорности, кровожадный, весь как кожа, то есть грубая у него кожа, косматый, как бесенок такой, красный девалят, в советское время так комсомольцев и пионеров называли. Вот он рождается, Исаф, красный, весь, как кожа, косматы, и нарекли ему имя Эсаф. Эсаф. Что происходит далее? Потом вышел брат его, держась рукою своей, запятую Сафа, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Сколько Исаак молился, чтобы они родились? Когда Исаак жирится, ему 40 лет, 20 лет он молился, чтобы они родились. И он не вымолил их всех. Один бесенком родился, а другой станет патриархом Божьего народа. Иаков – это означает запинающий, обманщик, то есть тот, кто хочет обойти. Он же за пятку держит этого красного деваленка. За пятку его схватил. Запинающий. Дети выросли и стал Исаф человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. А мы уже знаем в своем шатюре дом учения – бейт. То есть этот бесенок Исаф там прыгает по полям, лугам, а Иаков сидит в шатре, в доме учения, изучает закон Божий, молитвы. А Иаков – человеком кротким вырос, живущим в шатрах. Поэтому не надо думать, что Иаков – такой маменькин сыночек. Нет, не так все просто. Исаак любил Исафа, вот этого бесенка красного. А почему он его любил? Потому что дичь его была по вкусу его. То есть он приносил домой дичь, он кровожадный, там засады делал на животных. А Исааку нравилась эта пища. Она была по вкусу его. А Ревека любила Иакова. Во-первых, он чаще дома, и не такой весь взъерошенный. И сварил Иаков кушанье, а Исаак пришел с поля усталый. Вот здесь описываются события, которые по преданию связаны с днем смерти Авраама. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Дело в том, что в еврейском народе красную чечевицу обычно варят в день поминок усопшего. Как у нас вот кутию делают, а у них вот эта красная чечевица. Итак, что мы видим? Этот красный деваленок, бесенок, Исаак там бегает по лугам, вместо того, чтобы оплакивать деда Авраама. А вот Иаков, он занимается тем, чем надо заниматься. Он думает о поминальной трапезе. И сварил Иаков кушанье, а Исаак пришел с поля усталый, там бегал много, прыгал. Косматый бесенок. И сказал Исаак Якову, дай мне поесть этого красного, красного этого, ибо я устал от всего. Дано ему прозвание едом. Едом. Потому что он любит вот это что-то красное. Едом – это значит красный. И сказал Исаак Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал от всего. Дано ему прозвание едом. То есть красный. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. А почему Иаков так себя ведет? Он хочет понять, этот странный человек, который не изучает закон Божий, который не думает о том, что дедушка умер, бегает по каким-то лугам, до того, что вообще устал весь. А может ли он вообще быть патриархом на оси Божьего народа? Патриархом. И он хочет проверить, дорожит ли он своим первородством. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исаак сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Он не умирал, он, понятно, он рядом с домом там прыгал, бесился. Но для него пища важнее всего. Ведь с чего началась революция? В Санкт-Петербург не завезли хлеб. Все все восстали. Забыли о том, что царь помазанник. Даже не задались вопросом, может быть, отчет провокация. Не завезли хлеб. Все, пошли все громить. Храмы громили. Все уничтожали. Самих себя потеряли. Исаак сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Иаков увидел, что у него нету качеств быть патриархом на оси Божьего народа. Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. А ему это не нужно. Какое-то первородство. Вот чечевичная похлебка, да, вот это серьезно. Вот это красное-красное, которому мы нахлебались так, что кровь ввелась реками. И дал Иаков Исааку хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил. Есть и пить. Это как бы смысл его существования. И встал, и пошел. То есть опять там прыгать. И пренебрег, и став первородство. Вот почему он его потерял. Потому что он его пренебрег, когда Иаков пытался установить, а есть ли у него эти качества или их напрочь нет. О том, как события развивались далее, мы поговорим в следующий раз. Если был жив, и Господь позволит. Старайтесь подписываться на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщение о том, что новая передача вышла в эфир. Спасибо всех. Христос.